На планерном совещании у главы района обсудили подготовку к выборам главы Лобинского городского поселения, а также досрочным выборам глав Владимирского, Лучевого и Чамлыхского сельских поселений. В этих населенных пунктах ведутся последние приготовления к единому дню голосования. 12 августа уже заканчивается регистрация кандидатов. Заявку в территориальную избирательную комиссию подали 18 человек. Избирательная кампания данная характеризуется еще вот такой особенностью. У нас уже сформированы в январе месяце избирательные участки, избирательные комиссии. Поэтому комиссии в этой избирательной кампании будут работать где-то примерно с 20-22 августа. То есть на работу комиссии сегодня по законодательству отводится 10 дней всего лишь. Вот этим компания отличается от предыдущих всех компаний. Поэтому деятельность твою, то есть взаимодействие, нужно очень оперативно спланировать в эти 10 дней. Работа со списками предстоит где-то в конце августа, 28-29 августа. То есть в эти дни поступят списки на избирательные участки. Списки избирательных участков публиковались ранее в средствах массовой информации. 13 августа в СМИ будет сообщение о списке кандидатов и с этого же дня начнется агитационный период. На совещании глава района отметил высокую гражданскую позицию лобинских избирателей. Предстоящие выборы также должны пройти на должном уровне. Здесь же на заседании говорили об итогах проведения праздного дня урожая в Краснодарском крае. И вновь лобинский район занял первое место по южно-предгорной зоне и уже 12-й раз становится победителем краевого соревнования в уборке колоссовых зерновых и зернобобовых культур. Впервые большое праздничное мероприятие состоялось в новом спортивном комплексе «Баскет-холле». На чествование хлеборобов приехало около 6 тысяч кубанцев. Лобинскую делегацию представляло порядка 180 человек. Кубань – это хлеборобский край, поэтому здесь нельзя его опускать, этот праздник. Его в любом случае всегда надо проводить, потому что источником богатства Кубани является хлеб. И вот губернатор сделал очень многое именно потому, сколько было придано внимания этому празднику. Он прошел как грандиозное торжество. А ну-ка, такое количество людей из разных районов. Мы не один год такой большой делегации. Ну, 10, 15, там... До 40 человек, я помню, да. До 40 человек где-то было. Но чтобы такого количества людей, которые приглашались, это сделано правильно, потому что Кубань получила один из самых высоких урожаев за всю историю Кубани. И по валовому объему хлеба, который получили, это третий год Кубань. За всю историю хроники или статистики Кубань получает такой объем хлеба. Это действительно было торжество Хлеборобское. Приятно было, что в числе четырех основных зон, это был Каневской район, Тимашевский район, Калининский район и Лапинский район. Вот четыре района, которые вышли на самый большой пенистал почета.